В бане продолжается ремонт. Всего в здании 10 помещений и в каждом ведутся работы. Уже перешли в центральную часть, где смонтировали ресепшн, в холле укладывают плитку. Потихоньку из дальних углов перемещаемся к центру. Еще недельки две и останутся только у нас полимерные полы. На следующей неделе приступим к устройству лежаков. По ходатайству инициативной группы из лиственницы и липы. В понедельник ждем пиломатериал, во вторник-среду приступим к работе. Закуплены светильники и электроприборы. Со следующей недели приступят к их установке. Также продолжится монтаж сантехнического оборудования. Печь прошла все необходимые проверки и испытания. Ранее возникли некоторые проблемы с гарметизацией, в связи с чем в помещение проникало небольшое количество дыма. Но теперь она готова к полноценному использованию. Мы, во-первых, установили причину. Отремонтировали те места, которые проявляли себя негативно. Это примыкание к раме. Вокруг мы зачеканили специальными этими нитками. Печник работал. Оштукатурили печку. И провели эксперимент еще раз. Загерметизировав 100% дверь. Все. Нет дыма, больше не попадает внутрь парила. Соответственно, мы сейчас заказали новые дверки. Ну, как бы полотна. И по рекомендации печника сделаем их с четвертью. Это, конечно, не исключит стопроцентного, но это существенно уменьшит попадание через вот этот зазор между рамой и дверкой. Потому что рама поведена, и трогать ее нельзя ввиду того, что это надо печку разбирать и собирать заново. Они вмурованы в конструкцию печки. Соответственно, это и не предполагалось контрактом. Ну, и тогда же была задача не трогать печку, чтобы она не потеряла своих свойств тепловых и эффекта своего. Подходит к завершению работы по облицовке фасада и задней части здания. Сейчас откосы ставим. Каркас практически готов, там, 90%. Сейчас сделаем откосы и завтра, послезавтра начнем облицовывать плиткой. Задача стоит числа до 15-го с фасадом развязаться. Монтаж инженерных систем и коммуникаций находится на финишной прямой. Тепло запущено. Холодная вода работает по постоянной схеме. Остался открытым вопрос горячей воды. Будем делать врезку. Сейчас сделали запрос на ресурсоснабжение, организацию. Они отправят своего представителя. Сделаем определенную ревизию, обсудим, как план действий. И будем планировать на следующей неделе сделать врезку и пустить горячую воду. Посмотреть, как работает трубопровод, который идет от поставщика до нас. Если будут какие-то проблемы, будем думать, как их решать. Если нет, ну, даст Бог, все будет хорошо. На втором этаже диагностического центра работы завершены на 95%. Уже установлены оконечные устройства по сантехнике, электрике, слаботочной системе. Есть пара нюансов, в связи с которыми сдача этажа задерживается. Делаем вентиляцию в лаборатории. Ну и как у нас в прошлый раз было с инженерными системами, что мы не могли сверху вниз, теперь мы лезем снизу вверх. Проходится прокладывать сейчас новые трубопроводы в вентиляции. Делаем дырки в перекрытиях и будем делать короба. То есть мы задеваем три помещения над лабораторией на втором этаже. Исходя из этого, сдать этаж опять не получится ввиду возникших обстоятельств. Дело в том, что лаборатория должна быть автономной системы вентиляции иметь. И для того, чтобы шкафы, которые будут у них, где проводят эксперименты и так далее, они должны быть еще раз автономны. То есть уже отдельно от системы вентиляции. Вот для этих шкафов сейчас и будем прокладывать. Потому что их поменяли после получения новой мебели. Предлагается их новое место установки. То есть мы старые отверстия даже не смогли использовать. И добавили шкафы. Соответственно, вот получилось, нам надо делать новые отверстия. Мы уже колонежь делаем колмазно-резкой. Но неизбежно будут где-то и потолки грязные, и полы придется разбирать. Самое главное – короба заново делать. А на первом этаже заканчиваются плиточные работы. Стоит задача завершить процесс укладки до 15 февраля. Что касается фасадных работ, погода сейчас благоприятная для облицовки. Мы уже облицевали почти все колонны. Сегодня там лист композита довезут. Подшили потолочек, сделали полукруг, водосточку там домонтировали. Ушли со всех сторон, переместились на заднюю часть только. Сзади практически на 100% утепление сделано. Ну, сегодня закончат, сегодня-завтра закончат. И под систему. Я думаю, что им еще недели-полторы-две тоже. На железнодорожной станции и платформе 14-й километр продолжаются ремонтные работы. Старую бетонную платформу полностью демонтируют и на ее месте построят новую. Сейчас же, для удобства пассажиров, временно смонтирована деревянная платформа. На новой установят систему оповещения, билетную кассу, лавочки, урны и навесы. Для маломобильных пассажиров смонтируют пандус. Предполагаемый срок окончания работ – середина 2019 года. Резкие перепады температуры способствуют образованию гололедицы на дорогах и тротуарах, пешеходных зонах. Во время объезда этому уделили особое внимание. Проверили работу дорожных служб по обработке песко-соляной смесью закрепленных территорий. Важно обеспечить безопасность дорожного движения и исключить случаи травматизма. В целом, глава оценил состояние как удовлетворительное. Но есть места, где необходимо тщательно провести работу. Погода добавляет нам сюрпризы. Обильный снегопад. Первой задачей стояла – это уборка дворов, улиц, дорог, тротуаров, обеспечить проходимость, безопасность проездов и убирать предстояло огромное количество снега в короткие сроки. С этой задачей справились. Вторая задача была – это вывоз снега с дворовых территорий, с дорог, расширение дорожного покрытия, расширение обочин и все от коммерческих объектов, в том числе, в места складирования снега вывести. Эта работа тоже подходит к концу. Мы видим, что большую работу проделали Михаил Юрьевич, это директор МБУ дорожного хозяйства и Александр Анатольевич, директор управляющей компании. На самом деле, то место, где определена у нас снегосвалка, там кошмар. По-другому это нельзя назвать. Огромное количество снега вывозится ежедневно, даже в ночное время, потому что, к сожалению, можно работу только в ночное время настраивать, да, по дорожным работам, чтобы не ограничивать проезд транспорта. И видим, да, что снегосвалки уже у нас ресурс заполняемости практически уже заполнено на 100%. Сейчас главная задача – это переход с плюсовую в отрицательную температуру, посыпать все дорожки, все дороги, обработать песко-соляной смесью, убрать наледь, чтобы исключить травмирование, гололедицу и, соответственно, обеспечить безопасность дорожного движения. Сейчас этим активно занимается управляющая компания МБУ дорожного хозяйства. Мы видим, да, что работают и дворники, подсобные рабочие, работают КДМ машины пескоразбрасывателя. И, в принципе, работа эта сегодня настроена на должном уровне, хотя есть места, где еще немножко нужно доделать, посыпать и навести порядок. В ходе объезда обнаружили стихийные свалки на территории, находящейся в зоне ответственности компании ТСК «Мосэнерго». В центре города, напротив магазина, да, теплосеть, где, видно, собираются люди для употребления. Соответственно, там имеется небольшая такая стихийная свалка в виде всякой посуды и прочего. Вот сейчас доведем до сведения ТСК «Мосэнерго», чтобы они это все убрали и там навели порядок. Такая же ситуация рядом на теплосетях по улице Крыжиновского. Свою оценку зимнему содержанию города дал и представитель Госадмтехнадзора. Зимнее содержание оцениваем вполне удовлетворительно. Замечения, ну, в принципе, сейчас, как и везде, в большинстве моментов, это с вывозом, с вывозом, с вывозом снега, прошу обратить внимание, коммунальные службы. Видно, что работа по данному направлению ведется. Просим и усилить особое внимание, просим обратить на своевременную обработку противогололедных тротуаров, избежание травматизма населения и, безусловно, на состояние крови, своевременную расчистку от снеговой нагрузки и снежно-ледяных образований. Все замечания зафиксированы и до конца недели будут устранены.